В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Чемпионат мира по хоккею перенесли из Одессы в Киев. Тем не менее реконструкция Дворца Спорта продолжается и в марте месяце, по словам руководства Дворца Спорта, ожидается чемпионат Украины среди команд мастеров по хоккею. Сегодня мы обсудим развитие этого вида спорта в нашей студии. В гостях у нас президент Одесской городской ассоциации хоккея Виктор Деркач. Здравствуйте, Виктор. Александр Аницы, член постоянной комиссии Одесского городского совета по делам культуры, образования и спорта. Здравствуйте. А также Николай Коваленко, председатель родительского комитета хоккейной команды «Морские волки». Здравствуйте, Николай. Вопрос для интерактива в нашем эфире сегодня звучит следующим образом. Стоило ли забирать у Одессы чемпионат мира? Если вы считаете, что стоило, звоните по номеру 048-784-8081. Если считаете, что нет, звоните по номеру 048-784-8082. Александр Сергеевич, вам первый вопрос. Как депутату Одесского городского совета, решение о том, что чемпионат мира по хоккею в апреле следующего года пройдет в Одессе, было принято еще летом. И соответствующий бюджет был. Тоже было принято решение о том, что провести реконструкцию, привести в порядок арену. И, как мы знаем, только недавно начались работы. Начали с ремонта кровли, потолка. И вот сейчас, когда уже остается буквально один месяц до окончания года, такое решение поступило от Международной Федерации Украины. Написать ходатайство в Международную Федерацию Хоккея. В Европейскую. О том, чтобы перенести в Киев. Ну, просто вопрос, как проходило это решение, какое согласование, и как долго принималось решение, чтобы начать, наконец, реконструкцию. Вот, вы как член комиссии можете... Ну, скажу вам так, что Дворец спорта Одесский, он как бы принадлежит областной громаде. То есть, он находится на балансе областной госадминистрации. Поэтому деньги, которые выделялись из государственного бюджета, скорее всего, пошли в областную администрацию. Поэтому город, я думаю, что к финансированию именно ремонта и реконструкции Дворца спорта не имел к этому отношению. Город мог иметь только к территории, которая находится рядом. То есть, как бы, это городская территория. А ремонт и всю реконструкцию должны были бы проводить департаменты областной и государственной администрации. Соответственно, насколько я знаю ситуацию, то там получается, что деньги выделены, они осваиваются. Но возникли вопросы, получается, с капитальной стеной, которая выходит... Там выходы, которые должны работать во время спортивных соревнований, которые выходят на проспект Шевченко. И эта стена имеет дефекты, будем говорить, строительные, которые, я думаю, что строители поняли, что они не смогут их преодолеть к чемпионату мира. Если честно, рисковать зрителями, хоккеистами и будем говорить всей этой инфраструктурой, никто не будет рисковать сегодня. Признаюсь, сегодня связывался с руководителями с Дюшор Льдинка по фигурному катанию и пытался дозвониться директору Дворца спорта, чтобы узнать детали. И мне сообщили, что все-таки реконструкция будет продолжаться по плану, и ее должны завершить к марту, чтобы провести этот чемпионат мира среди взрослых команд. То есть требования те же остаются. Это бортики для того, чтобы было безопасно играть в хоккей взрослым командам. Это отопление на трибунах для зрителей, это ремонт санузлов, потолок. Ну, все как было предписано заранее. Вот и просто вопрос возникает. Если есть такая опасность со стеной, если сейчас приведут в порядок к марту месяца, к чемпионату, ну, проблема-то со стеной может остаться. Ну, если даже вы сделали реконструкцию, объект должен быть принят. То есть есть технодзор, который наблюдает за данным объектом. Если технодзор говорит, ребята, мы не сможем принять этот объект, надо делать это, это, это и дополнительное финансирование, то я так понимаю, что областная администрация поняла, что они не могут успеть это сделать. И как бы срок очень маленький. До конца марта строители говорят, что сдадим, а в апреле, насколько я понял, должен, ну, как бы по срокам должен быть проходить этап чемпионата мира вот этой группы 1Б для юношей. Ну, очень короткий промежуток времени, чтобы успеть это. То есть как бы там вполне могло, что наложиться могло. И просто-напросто Одесса бы опозорилась, и Украина бы опозорилась. А этого допустить, ну, никак нельзя. Ну, все-таки надежда еще остается, что если в марте все пройдет на высоком уровне, вот как предполагалось, могут рассмотреть вариант о том, чтобы в декабре, то есть это через год, ну, в 2018-м, в декабре провести чемпионат мира Ю-20. Ну, не знаю, может быть это просто так и останется надеждой. Нужно все-таки исходить из того, что у нас есть. Ну, вот большой лед в Одессе, он все-таки вызвал ажиотаж к занятию. И фигурным катанием, и хоккеистов стало значительно больше. Виктор, расскажите, как сейчас хоккей развивается? Знаем, что уже завтра планируется крупный детский турнир по хоккею во Дворце спорта. И, кстати, приглашаем всех телезрителей тоже прийти поддержать команды. Расскажите, как сейчас развиваются вот хоккейные школы? Ну, по поводу завтрашнего, назовем его не турниром, а туром, Николай лучше расскажет. Так как тур при Днепровской хоккейной лиге. А в общем, по состоянию развития хоккея в городе Одессе, на данный момент занимаются несколько групп, три группы ребят. Это 7-8 год, 9-10, 11-12 годов рождения. У них отдельные тренировки на льду. Была сделана Дю США, городская по хоккею. Другой вопрос мы сейчас поднимем, это финансирование, это Дю США. Далее идет, тренируется в том же Дворце спорта три одесские команды. Идет чемпионат города. Кстати, в этом году он как никогда, то есть в этом году уже пять команд. Виктор, скажите, насколько больше сейчас хоккеистов стало? В процентном соотношении раньше, но по сравнению с этим годом. По сравнению с тем периодом, когда на льдинке только были. Все на льдинке, на льдинке, на льдинке в два раза. Да, грубо в два раза. То есть было там, допустим, к примеру, там... И тренера пригласили для занятий, которые в хоккейном клубе Донбасс раньше готовил юнус спортсмена. То есть и тренера пригласили, и с других городов. Вот я не договорился, что в этом году уже пять команд. И это уже добавилась еще одна команда. В Одессе появился хоккейный клуб Аркадия. Четыре клуба из Одессы и один клуб из Кишинева. И я вам хочу сказать, силы практически у всех равны. И шайба в шайбу, там, пользуясь случаем, чемпионат идет каждую среду на в 20-15. Вход свободный, бесплатный, получите море эмоций. А по поводу, наверное, все-таки Приднепровской... Да, пожалуйста, Николай. Мы знаем, что силами родительского комитета удалось организовать. Настолько крупных турниров по хоккею в Одессе не было очень давно, скажем. Еще вот всесоюзные турниры 77-го года можно вспомнить. Расскажите про то, как приглашали гостей и что ожидается. Ну, турнир приводился еще в прошлом году. У нас был Кубок Гефеста, проводили его в марте месяце. Был такого же самого формата. Пять команд участвовало, включая нашу команду одесскую. Сейчас наша команда участвует, это дети 7-8 года рождения. Они участвуют в Приднепровской хоккейной лиге. Это все украинские соревнования. То есть, в основном, это выезды. Там участвует 15 команд со всей Украины, с разных городов. Да, и то есть выезды каждый месяц... То есть, каждый месяц проходит тур. То есть, каждый месяц куда-то ребята выезжают в какой-то город на очередной тур. То есть, этот чемпионат длится целый год до мая месяца. В мае месяце будет финальная часть и как бы плей-офф, соответственно. Ну, 6 команд выходят в плей-офф. На данный момент команда, наша одесская команда «Морские волки» занимает четвертое место в этой турнировой таблице из 15 команд. Завтра и послезавтра пройдет тур здесь, в Одессе, во Дворце спорта. Это мы принимаем, это уже четвертый тур Приднепровской лиги. Участвуют 5 команд. Команда из Кривого Рога, Кривбас. Донбасс участвует с Дружковки. Кто у нас еще? Две харьковские команды. Две харьковские команды. Дружба и ХК Харьков. Вот. Так что приглашаю всех, чтобы пришли, поболели за наших ребят. За еще раз возраста, что это 10-12 лет. Это 9-10 лет. 9-10 лет. Подерьте, гораздо интереснее на малышей смотреть, они более техничные, чем на взрослых, и получите просто массу удовольствия от игры. Меня вы уже уговорили. Расскажите, вот все же мы затронули тему того, что открылась Дю США по хоккею в городе. Расшифруйте, что это теперь означает, насколько изменится отношение, внимание, насколько будет больше, насколько должны идти на встречу в плане предоставления условий, скажем так, именно предоставления условий для аренды во время тренировок. Самое главное, к чему мы стремимся, это вывести хоккей на более высокий уровень в Одессе. Но силами самих родителей это невозможно. Дорогой вид спорта, он хоть и зрелищный, но... Ну, кроме дорогой амуниции, мы понимаем, что даже один спортсмен это дорого. Нет, даже не в этом дело. Самое основное это лед. То есть лед это фактически 80-90% всего бюджета. Основная затрата, которая идет на хоккей, это оплата льда, оплата тренировки. То есть выезды на игры, на какие-то соревнования, покупка экипировки и всего остального, это ничто по сравнению с вообще с оплатой тренировок. И там чем больше тренировок, тем больше команда растет. Если как бы там три тренировки в неделю, значит команда не сильно будет рассчитывать на какие-то места. А на что мы рассчитываем? На то, что город будет помогать, как помогают другие города. Херсон, Кауш, Винница, в любые города. Ну, если предметно, если не секрет, сколько до этого стоила аренда? Там почасовая, за тренировок, тренировка же не один час идет, нужно минимум два часа сразу заниматься. Нет, два часа нет, то есть там можно час уходить, час льда или час 15. Вообще час льда стоит 3000 гривен. Но это не значит, что один человек это платит. То есть это платит на всю команду. Команда должна тренироваться минимум пять часов, пять тренировок в неделю. И как бы для города... То есть месяц это выбегает очень приличный сумм. Грубо говоря, для того, чтобы наш клуб перспективно развивался, дети приходили, и наша команда занимала почетные места, бюджет около миллиона гривен в год. Для нашего Дю США. То есть это... На каком сейчас этапе решения этого вопроса? Если общались с городским спортивным управлением на эту тему, если подавали соответствующее... На стадии рассмотрения. Как сказали нам, рассматривает голова города, рассматривает и спорткомитет рассматривает этот вопрос. Но нам очень важно, чтобы до 14 декабря, когда принимается уже последний этап бюджета, чтобы Дю США хоккейная получила финансирование. 14 декабря последняя сессия Гурсовета. То есть до 14 числа еще есть время как бы внести какие-то поправки, изменения. По бюджету. Но пока у нас в стадии рассмотрим. У нас прямой эфир. Насколько мы понимаем, Александр Сергеевич, мы знаем, что дворец спорта, он сейчас арендуется частными лицами. И насколько город может в данном случае пойти навстречу, помочь решить эту проблему, чтобы стоимость снизилась значительно, чтобы это было подъемно для родителей? Понимаете, первое, город должен выделить деньги коммунальному предприятию. Дю США может быть это. То есть все Дю США в городе это коммунальные предприятия. Им выделяются деньги на развитие. То есть если Дю США станет коммунальным предприятием, город может выделить им деньги. Второй вопрос стоит, кому будет прицепить коммунальное предприятие. Ну, для меня, например, парадокс. То есть как бы здание, сам дворец спорта принадлежит облгосадминистрации. Это государственная структура. И там есть частная структура, которая сдает в аренду лед и помещение. То есть это какой-то нонсенс. То есть если эта структура обслуживает дворец спорта, и только занимается обслуживанием, то есть будем говорить технический вопрос, лед, состояние будем говорить, инфраструктуры всей поддерживать, то есть это на аутсорсинге, грубо, то это понятно. Но все равно деньги идти должны прозрачно. С коммунального предприятия, если деньги город выделил, они должны идти на коммунальное предприятие ДЮС США. И ДЮС США тогда платит дальше эти деньги той организации, которая, будем говорить, предоставляет услуги. Но частной структуре, которая как бы владеет государственным имуществом, ну это как-то так... И вновь в данном случае, и на реконструкцию здания, ведь финансирование... Конечно, конечно. То есть, тут это называют... Ну, как бы, это повод для того, чтобы проверяющие организации начали свою работу по проверке использования государственных средств, как эффективно их расходует громада, городская, областная. То есть как-то мы будем финансировать частную организацию, которая арендует этот дворец спорта. То есть, ну, парадокс, чувствуете? Арендует ей же платим. Так давайте именно... Она не будет арендовать. Давайте платить областной администрации. Областная администрация создает предприятие, которое будет обслуживать этот дворец спорта. И в данном случае тогда условия для родителей, ну, будут идти на встречу, правильно? Конечно, конечно. Потому что тогда есть законные основания для того, чтобы город выделил деньги на содержание коммунальных предприятий. Ведь город выделяет эти деньги. И деньги в городском бюджетеле есть. Ну, нужно еще... Похожая ситуация. С реконструкцией еще вот соседней есть с дворцом спорта. Спорткомплекс Олимпийц. Там, ну, ведь тоже была похожая ситуация, что планировалось несколько лет выделить средства и даже выделили что-то. Там выделили, по-моему, 87 миллионов выделили. На их реконструкцию. Но насколько я был на прошлой неделе, там у меня ребенок ходит, занимается легкой атлетикой. Там ужасающее состояние. Я вам скажу, насколько приятно ходить, например, даже на тот же стадион, на воздухе заниматься. Сколько тяжело заниматься там. То есть крыша течет. Дорожки ни в каком состоянии. Опять же, если это деньги, государственные, громад города или области, они должны выделяться на коммунальные предприятия, которые будут обслуживать этот объект. И будет прозрачно выделяться время на то, чтобы тренировались там спортсмены, дети. Да просто приходили люди, физкультурники, просто побегать, ну, в манеже, который приспособлен для легкой атлетики. Как со стадионом «Динамо» недавно. Тоже стадион отреконструировали, поменяли дорожки беговые и сделали, если не ошибаюсь, платный вход, 100 гривен за занятие, нужно заплатить. Но после этого подняли тему о том, что не может быть для всех, скажем так, жителей Одессы, платный вход. То есть можно заниматься утром и вечером. Нам до сих пор решается эта ситуация. Вот насколько спортивная инфраструктура должна быть доступна для горожан. И в то же время нужно поддерживать эти условия, чтобы они позволяли заниматься и детям на высоком уровне. Ведь здесь с хоккеем совершенно сложнее. Зальдобно затраты неадекватные. То есть это дорогой вид спорта. Правильно сказали специалисты. Понимаете, в чем дело? Стадион «Динамо» долгое время реконструился по одной простой причине. Хотя там всю жизнь тренировались легкой атлеты. И мы знаем, что они вырастили достаточное поколение олимпийских чемпионов, чемпионов мира. В таких условиях. После того, как ушел Крым, то есть, грубо говоря, аннексия произошла, то баз для тренировок спортсменов, я так понимаю, легкотлетических сборных, не обязательно первой сборной, есть же юноши, юниоры, там общество различное, они же тоже готовят спортсмена для сборной Украины. Те выступают на соревнованиях. Не осталось. Поэтому было принято решение реконструировать этот стадион. И сегодняшние, будем говорить, профессиональные виды спорта, это спорт, которым требуется хорошая инфраструктура. И просто-напросто постелить хорошую дорожку туда, оборудовать ямами, прыжковыми различными снарядами. Вы понимаете, что это за траты денег. Если эти деньги тратятся не в детские школы, дай бог, если просто приходит человек, который хочет побегать по современной тартановой дорожке, извините, но это как бы... Нужен контроль. Да, нужен контроль. Что он будет делать? Она будет изнашиваться. То есть, ее нужно постоянно поддерживать. Ну, как футбольные поля. Если вы ее не поддерживаете, то он сомняком зарастет. Ну да, если даже вот искусственное поле, которое сейчас... Каждый год искусственные поля. Ремонтируют, подклеивают. Там где-то резина этой заполняют, которая ушла в процессе эксплуатации. Так что здесь, я считаю, что главное, чтобы был адекватный подход. Цена. Виктор, расскажите вот о том, какой путь прошли для того, чтобы стать детской и межской спортивной школой, именно городской. Что для этого необходимо было предоставить? Сколько занимаются спортсменов? Сколько тренеров секции? Какие требования были? Конечно, да. Для того, чтобы официально оформить у США, нужно было подать документы все, подать документы тренеров и игроков, пройти медкомиссию. Ну, мы этот процесс прошли, конечно, с большой мечтой, скажем так, в будущем. Но все, Дю США есть. Уже по бумагам оно есть, но на этом пока все остановилось. Ну, все же, сам переход из Сальдинки на большой лед Дворца спорта, насколько он сказался на уровне даже подготовки спортсменов? Это уже стандартных размеров лед появился. Да, да, да. То есть мы уже забыли, и даже туда не хотим идти, к хорошему быстро привыкаешь. Но по результатам видно. То есть видно по результатам команды, как она играет. Ну, изначально Одесса, южный город, казалось бы, не хоккейный. Вот так казалось бы просто. Но на самом деле, когда мы видим, какой бум образовался, какое количество желающих, невозможно, скажем так, не обратить внимание на эту проблему. Николаев, расскажите, как давно ваш сын занимается хоккеем, и насколько создание новых команд, насколько сама конкуренция возросла, и насколько вот чувствуется даже по ребенку, что он просто растет действительно? Ну, ребенок у меня занимается уже 5 лет. То есть он занимался на льдинке еще? Да, да, да. Это было еще у истоков создания морских волков клуба. Тогда был как раз скандал с поднятием цены на льдинке по хоккею. Там есть хоккейная команда «Дельфины». Но вот она до сих пор есть. Тогда было поднятие цены, и как бы на фоне этого было разделение групп, как бы создали эту группу и назвали ее «Морские волки». Пять лет уже занимаемся. С прошлого года вот мы наконец-то, то есть как бы попали уже на большое поле во Дворце спорта. Естественно, все довольны. Естественно, какой-то есть рост, положительные результаты, потому что на льдинке поле очень маленькое, для тренировок непродуктивно, в общем так. Сейчас, естественно, если в прошлом году наша команда была на каком-то таком вот ниже среднего уровня, даже можно как-то назвать, ну, на таком слабеньком уровне, чтобы конкурировать с какими-то другими командами из других городов, то сейчас мы очень сильно кусаемся, и вот как результат, имеем четвертое место в турнирной таблице из 15 команд, причем как бы есть команды. А сколько этапов осталось еще до… Их всего 9 этапов. Это завтра, это в 9 турах, завтра четвертый. То есть еще экватор впереди чемпионата. Да, да. Александр Сергеевич, вот еще такая прям тенденция какая-то неприятная складывается. После Евро 2012, когда Одесса тоже упустила шанс провести чемпионат мира, после Евро 2015 по баскетболу, когда планировалось строительство арены, ну, тоже не сложилось. И вот сейчас ситуация с хоккеем. Какой параллель можно провести, просто если это вообще возможно, в плане улучшения инфраструктуры спортивной в нашем городе? С чем это может быть связано? И как подключать… Ну, естественно, что спорт без инвестиций невозможен. И это невозможно, это не бывает, что это только на плечах спонсоров или… Ну, тогда спорт просто начинает останавливаться, если нет поддержки. Должен быть компромисс. Ну, как вы считаете? Ну, причины, будем говорить, от того, что ушли чемпионат из Одессы. Здесь они дали чемпионат Европы по футболу 2012 года, Евробаскет 2015 года. И сейчас произошла ситуация, будем говорить, с чемпионом мира по хоккею среди юношей, хотя, будем говорить, для многих одесситов, в частности, для меня, вот ребенок говорит, пойдем обязательно. Но не сложилось. Я думаю, что это просто-напросто системный подход. Это нет системного подхода в организации соревнований и привлечении городских, взаимодействия городских и областных структур в проведении таких мероприятий, потому что такие мероприятия требуют усилий всех. Соответственно, должно быть частного государственного партнерства в финансировании таких объектов. А если часть объектов кто-то хочет строить за счет государственной, а потом, грубо говоря, эксплуатировать его сам, то так не будет. Если не ошибаюсь, когда шла речь о Евробаскете в 2015, изначально рассматривался тоже проект того, чтобы во Дворце спорта оборудовать, перестроить, реконструировать, тогда остановились на том вопросе, что легче просто здание снести, построить заново, потому что проводить соревнования такого уровня уже, к сожалению, арена не может. Вот перед нынешним чемпионатом, который в апреле в Одессе уже не состоится, может быть, это была какая-то структура, не досмотрела, но во время создания проекта еще, может быть, в тот момент нужно было более ответственно отнестись. Тогда уже сейчас не было такой ситуации. Наш Дворец спорта – это старый советский проект, типовой удовольствием, достаточно. Он был, будем так говорить, во многих городах Советского Союза, я, кстати, был в 1977 году на чемпионате по хоккею, и смотрел, ну, тогда, как сейчас, «Трактор Челябинск», по-моему, «Спартак Москва» или кто-то, ну, «Трактор Челябинск» точно играл, получил мое удовольствие. И это вот единственный матч, который по хоккею, который я видел вот в нашей стране, но все остальное, то есть, как бы здесь не проводилось. И будем говорить так, что данный Дворец спорта, соревнования, которые проводятся, должны иметь свою инфраструктуру. Если мы проводим чемпионат мира, чем чемпионат Европы по баскетболу, то требования к объекту совершенно другие, чем чемпионату мира по хоккею среди юношей, абсолютно другие. И требования Международной Федерации к этому делу тоже разные. Поэтому, если уже строят новую арену, ее нужно строить, естественно, по новым требованиям. Но, опять же говорю, то есть, тут нужно наладить частное государственное партнерство. А просто взять, построить за деньги государство объекты и отдать ему кого-то в частные руки, смысла нет. А за новый. Вот чтобы не было просто такой ситуации, как с ареной Львов футбольной, которую в свое время к Евро 2012 построили, но львовские Карпаты отказались на ней играть, потому что слишком затратно было. И получается, этот стадион, который был построен за государственный бюджет, но он остался на какое-то время без, скажем так, невостребованным. Уже после уже Шахтер уже начал принимать матчи Лиги Чемпионов. Сейчас заряд, да. Но сейчас я вам скажу, насколько я знаю. И сегодня стадионом управляет государственная структура, которая управляет стадионом Олимпийским в Киеве и стадионом Арена Львов во Львове. То есть, как бы, он не ушел в частные руки и деньги, которые были выданы государством, они остались. Арена в отличном состоянии, как бы, другое дело, что ее эксплуатация стоит определенных денег. Что вы хотите? Сегодня, как бы, если вы строите такую арену на 35, по-моему, тысяч зрителей, соответствующий уровень чемпионата Европы, а также Лиги Чемпионов Лиги Европы, ее надо, соответственно, финансировать. Хочется подвести черту и если реконструкция Дворца Спорта продолжается, если должны будут в срок сдать работы, как и обещалось, но несмотря на то, что чемпионат не пройдет в Одессе, все равно арену должны сделать, как обещали. То есть, ну, как подключить контроль в данном случае, если это областная, ну, областная организация, ну, облсовет больше отвечает, я так понимаю, за... Ну, это их, будем говорить, здание, которое находится на их балансе. Соответственно, грубо говоря, общественность должна подключить депутатов облсовета, чтобы они решили вопрос, наконец-то, с этим объектом. Как это так? То есть, как бы, есть дети, есть Дю США, есть взрослые команды, которые должны эксплуатировать этот объект. Кроме того, там же можно проводить и, будем говорить, концертные мероприятия. А то, что касается условий для Дю США, здесь тоже, здесь должно быть взаимодействие как раз областных властей и городских, на мой взгляд. Ну, конечно, потому что тут должны подключаться федерации города, а также департаменты по физической культуре, которые должны взаимодействовать и организовать так тренировочный соревновательный процесс, чтобы арена была заполнена и не простаивала. Лед не дешевое удовольствие. Виктор, вот тоже последний вопрос. Интересно, ну, вот, городская федерация, какие от нее же были направлены, соответствующие бумаги, соответствующая документация, для того, чтобы, ну, это получается не только Дю США, как вообще название Дю США? Это Дю США Одесса? Комплексная детско-юношеская спортивная школа Дженестра. Это школа волейбольная по волейболу, по волейболу пляжному. Там же есть отделение. Да, и при... Это Дю США в прошлом году в мае открыли отделение. В этом году? В этом году, да. В мае месяце открыли отделение. С какой года прошло? Да. По хоккею шайбе на льду. Вот и все. Ну, будем верить, что эта ситуация не останется без внимания. Вот, помимо, как бы, финансирования льда, есть еще финансирование просто Дю США, то есть экипировка и с другими... Там письма написаны. И надеемся, что они будут удовлетворены. Но основной нам нужен лед. Вот это то, что просим в первую очередь. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. И еще раз приглашаем всех завтра на этап Приднепровской лиги хоккея. Это будет турнир среди детей. Приедут команды с разных городов Украины в возрасте 9-10 лет. В 10 утра, да, начинаются матчи? Завтра в 10 утра. И целый день пройдет. И еще два дня. Спасибо. Сегодня у нас в гостях президент Одесской городской ассоциации хоккея Виктор Деркач. Спасибо. Член постоянной комиссии по делам образования, культуры и спорта Одесского городского совета Александр Амитцы. Спасибо, Александр Сухевич. А также председатель родительского комитета хоккейной команды «Морские волки» Николай Коваленко. Спасибо. Хотелось бы узнать еще результат нашего интерактива, опроса для телезрителей. Стоило ли забирать 61% одесситов? Это большинство считают, что у Одессы стоило забирать чемпионат мира по хоккею. Довольно удивительное решение большинства. Но что можно сказать? Так решили те, кто дозвонились и поучаствовали в этом опросе. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом. Субтитры создавал DimaTorzok